Прямая линия губернатора Ненецкого автономного округа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это прямой эфир. Прямая линия с губернатором Ненецкого округа Игорем Кошиным и я, ее ведущая, Мария Владимирова. О приоритетах социальной политики, непростых решениях в условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. Сегодня мы поговорим о том, что действительно волнует жителей Ненецкого округа. Добрый день, Игорь Викторович. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Добрый день, Мария. Добрый день, команда, замечательные нашители радиокомпании. Ну и, конечно, наши радиослушатели. Мы второй раз проводим уже этот эфир. Были разные точки зрения по поводу времени. Ну, вроде как наиболее оптимальные. Мы проверим сегодня. Скажу, что это прямой эфир, напомню. И вы можете звонить к нам в студию по номеру 2-102-5. В течение часа вы сможете получить ответы на вопросы, которые поступят в ходе этой прямой линии. Сразу поясню, что ни один вопрос заранее мы не принимали. Все происходит здесь и сейчас в режиме реального времени. И следить за ходом прямой линии также можно на сайте trksever.ru, на странице «Север-ФМ», где доступно онлайн вещание радио. Игорь Викторович, как я уже сказала ранее, сегодня мы поговорим о проблемных вопросах региона. Это не секрет, что экономические условия делают нам вызов, да, и не только нашему региону. Какие-то предприятия уходят с экономической карты округа, какие-то, напротив, получают укол оздоровления. Вот к одним из таких предприятий можно отнести Наринмарский морской порт. Понятно, что без него Ненецкому округу никуда. На ваш взгляд, какие перспективы у этого стратегического предприятия? Вы знаете, самое важное, что Наринмарский торговый морской порт в прошлом году стал собственностью Ненецко-автономного округа. До этого это было федеральное предприятие, на которое у нас практически не было влияния. На сегодняшний день данное предприятие не совсем экономически рентабельно. Но для нас это просто необходимость. Потому, что навигация, которая есть, если у нас не будет морского порта, то у нас, во-первых, будет снижен объем перевалки грузов, первое. А второе, что более печальное, цены на эту перевалку вырастут практически на порядок. И я готов сказать следующие цифры. Если взять объем переработанных грузов, то в 2014 году это было порядка 50 тысяч тонн, то в прошлом году уже было порядка 135. План на 2016 год порядка 150. Но это планы. На самом деле более важное то, что мы заказали проект реконструкции Наринмарского торгового порта, нам необходимо привести в порядок два причала с тем, чтобы порт был настроен на работу 250-350 тысяч тонн в год. Больше необходимости у округа нет. И до 2019 года сегодняшние причалы просто это проработают, но за это время мы должны приступить к реконструкции. Поэтому в планах это все есть. Сегодня готовим проектную документацию. Будет готова проектная документация, будем смотреть по источникам финансирования мероприятия. У нас должен быть небольшой, качественный морской порт, способный переваливать в год до 350 тысяч тонн грузов. Вот это наша задача, и мы с ней справимся. Ну и ранняя навигация поспособствует, наверное, реализации тех планов, которые намечены. Да, мы помним прошлый год, были определенные сложности, большая вода стояла практически до середины июня. В этом году навигацию начнем, конечно, немножко пораньше. Планы большие, планов громадею. Несмотря на новые экономические условия, мы о ней говорим. Тем не менее, по округу запланирован большой объем работ, и мы должны приложить все усилия, чтобы с ним справиться. Это прямой эфир, наш телефон 2-102,5. Должна отметить, что звонили радиослушатели в течение всей недели, когда мы анонсировали прямую линию. Каждый желал задать свой вопрос. И вот все-таки я акцентирую внимание, чтобы не было недопонимания заранее. Мы вопросы не принимали. И вот сейчас принимаем первый звонок в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Пенсионер, Сашоль Алексей Затевич. Очень приятно. Ваш вопрос. Мой вопрос. Сколько бюджетных денег? В году тратится на выплату дополнительных двойных пенсий чиновникам и этим депутатам. Пенсии, вот дополнительных пенсий платят. Спасибо. Можете ответить. На самом деле конкретную цифру я вам не скажу, но этот вопрос постоянно поднимается. Я вам скажу, что в том числе и по моей инициативе мы отменили в округе золотые, так называемые золотые парашюты. Мы экономим значительные средства на командировочных расходах. Мы посмотрели вопросы по оплате так называемой льготной дороги за рубеж, и чиновникам сегодня она не оплачивается. Мы, начиная с прошлого года, сократили содержание, в том числе и депутатского корпуса. Причем депутаты начали с себя, за что я им благодарен за показанный пример. Далее свою зарплату снизил я, мои заместители. При рассмотрении закона об окружном бюджете на 2016 год мы снизили практически на 10% денежное содержание всех окружных чиновников. Что касается пенсии, вы знаете, что на федеральном уровне на сегодняшний день был увеличен, и с 1 января 2017 года увеличен срок выхода на пенсию. Мы будем также адаптировать наше окружное законодательство. И сегодня депутат периодически поднимает вопросы об, скажем так, снижении размеров доплат из окружного бюджета к пенсиям муниципальным служащим, окружным служащим, ну и, соответственно, депутатским корпусам по различным уровням. Но на сегодняшний день это решение не принято. Идут дискуссии, люди обсуждают. Я считаю, что муниципалы должны принимать решения на своем уровне о тех доплатах, которые они делают, исходя из возможностей своих бюджетов. Округ будет принимать решения на своем уровне. Ну и, как я уже сказал, будем адаптировать наше законодательство под те изменения, которые произошли в федерации с увеличением срока выхода на пенсию чиновников. Самое важное, та реформа, которую мы сделали, мы, несмотря на объем работы с полномочиями, мы забрали полномочия с Архангельской области, мы переспределили полномочия с наших муниципалитетов, общее количество чиновников в округе сократилось. Вот это, я считаю, одно из правильно вовремя принятых решений. Спасибо. Спасибо большое. 212,5, телефон прямого эфира. Мы ждем ваших телефонных звонков с вопросами. Сегодня прямая линия с губернатором Нейнского округа Игорем Кошиным. Игорь Викторович, вот пока дозваниваются к нам радиослушатели, задам вопрос от себя, да, потому что очень много ездим по селам, общаемся с жителями, и очень часто люди высказывают беспокойство тем, что заброшены телятники, фермы в населенных пунктах округа. Вот почему бы не восстановить производство молочной продукции? Да не просто необходимо восстанавливать, мы обязаны это сделать. И начиная с 2014 года принят ряд решений, которые сегодня дают определенные положительные результаты. Буквально сегодня на утренней планерке, вот за 5 месяцев 2016 года мы получили опять перерост по молоку только по одной агропромышленной компании на 100 тонн. На 100 тонн это серьезный результат. Да, мы изменили механизм субсидирования. И на сегодняшний день у нас стали появляться в сельской местности, стали появляться фермеры. Мы возьмем ту же Несси, мы смотрим сейчас по Тельвиске. В этом году вот уже завез материалы на строительство фермы Алексей Игнатьевич Коткин, это СПК СУЛА. На сегодняшний день Пустозерский сельский совет, мы в прошлом году, вы помните, было принято решение о передаче фермы в агропромышленную компанию. Мы провели там определенную модернизацию. Ну, как, наша агропромышленная компания провела там определенную модернизацию, и сегодня там увеличивается не просто поголовье коров, там сегодня увеличивается... Мы сегодня, вернее, молочной продукцией, Пустозерский сельсовет закрыт полностью. А в город мы привозим творог и, соответственно, масло. Мы пойдем дальше этим путем, и я вас уверяю, что при желании работать, у нас везде будут либо это маленькие, либо это большие фермы, но мы обязаны просто себя обеспечь молочной продукцией. Мы сегодня смотрим вопрос по увеличению выработки продукции, ну, переработанной продукции нашей ВИТой с тем, чтобы, я считаю, мы должны, вот наш рынок молочки, ну, 60-80%, мы должны забрать его полностью, чтобы обеспечить себя качественной продукцией. Но проблема еще в другом. В чем? Не должно государство строить ферму. Государство должно сподвигнуть к этому и создать возможность. Я всегда привожу один простой пример. Вот есть такое понятие, как цена управленческой ошибки. В 2014 году я видел в бюджете порядка 150 миллионов расходные обязательства на строительство убойного пункта. Вы знаете дальнейшую историю. СПК Путилича построила убойный пункт на собственные средства. Этот убойный пункт ему обошелся в 75 миллионов рублей. Округ компенсировал 50% от 75. В результате СПК получила новый производственный объект, который он хотел. Округ сэкономил свыше 120 миллионов рублей окружного бюджета. Вот и фермы, и производственные объекты должны строить те, кто будет их потом эксплуатировать. И здесь нам необходима, конечно, инициатива жителей. Ну, вот появился этот мальчик замечательный в НИСИ. Взял кору, сейчас будет увеличивать... Поголовье. Да, свой поголовье. Ребята в Индике закупили холодильники. Сейчас получат возможность сохранить рыбу, продать ее более дороже. В Телевске появляется фермер, перепелиное яйцо есть, кролики появляются. Поэтому больше инициативы, конечно, от жителей. Мы готовы создать все возможности. Но как только государство начнет заниматься вот этим бизнесом, это сразу будут, соответственно, убытки. Ни в коем случае нельзя компенсировать убытки. Любая компенсация убытков приводит к тому... Очень простой пример. Наше коммунальное хозяйство. У нас тарифы самые высокие по всему Северо-Западу. Я даже думаю, что по стране у нас одни из самых высоких. Почему? Мы до сих пор компенсируем убытки. Как только мы компенсируем убытки, они растут в геометрической прогрессии. Вот так. Поэтому самая важная, и та задача, которую я ставлю и себе, и своей команде, мы должны на первое место в округе поднять человека труда. Мы должны вложить в производство максимальные средства. Мы должны получить производственный эффект. Буквально вчера у меня был руководитель нашего рыбоколхозсоюза. Докладывал о ситуации с судном, которое не просто сошло уже со стапелей, а уже движется на территорию нашей необъятной родины. Понимаете? Мужики собрались, сделали судно, смогут сейчас ловить рыбу на качественно другом уровне. Но помимо того, мало того, что они обеспечивают треской жителей округа, сегодня увеличивают производственные мощности Аргуса. На сегодняшний день на территории округа только рыбоколхозсоюз реализует порядка 300 тонн рыбы. Это же здорово, что у людей есть возможность. Игорь Викторович, давайте узнаем, что волнует следующего радиослушателя. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, спрашивайте, пожалуйста, представьтесь сначала. Зарипова Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, какой у вас вопрос? Я просто хотела узнать, когда будет сделан речной причал для речных судов, потому что приезжаешь в песок, уезжаешь в песок. Просто идешь и запинаешься в этот песок, даже машины буксуют. Спасибо вам большое, Валентина Николаевна. Дмитрий Николаевна, хороший вопрос. Честно скажу, что на сегодняшний день ни проекта по обустройству, ни плана пока нет. Вот выйду сейчас из эфира, поручу нашим строителям совместно с районом этот вопрос отработать. На самом деле, вы правы, должен появиться у нас наконец нормальный причал. А то мы везде рассказываем о том, что мы столица Русской Арктики, а ходим по песку по колено. Это неправильно. Можно вас перебить? Да. А хотя бы даже плиты вы положили какие-то, и то как-то, хотя как пешеходная дорожка была. Хорошо, пешеходную дорожку мы сделаем силами морпорта. Спасибо вам большое, Валентина Николаевна, за вопрос. Тоже пользуюсь очень часто этим причалом, приходится ходить по песку, тоже буду рада, если там что-то появится. Давайте продолжим, Игорь Викторович, тема дорожная. Почему дорогу на Усенск строят частями? Ведь пока достроят последние участки, первые уже нужно будет ремонтировать. Почему такой механизм? Ну, на самом деле, все очень просто. Дороги 82 километра. Одновременно ее не построить. По одной простой причине, потому что это, с точки зрения производства, не сложный процесс, но он очень трудоемкий и очень капиталоемкий. Плюс есть те транши, которые мы получаем с федерального бюджета, добавляем свои. На следующий день экономическая ситуация тяжелая. Поэтому мы разбили эту дорогу на 4 участка, сегодня мы делаем четвертый. И я рад, что наша инициатива поддержана. Мы получаем средства из федерального бюджета, мы добавляем свои, и стройка идет полным ходом. Но вот подрядчик еще должен более набрать обороты, что ли. То есть, набрать обороты, но здесь, опять же, все зависит от финансирования, от тех возможностей, которые сегодня у нас есть. Безусловно, мы, к сожалению, живем не совсем в идеальном мире, но проектно-сметная документация у нас есть. Один участок у нас уже находится в производстве. Мы сейчас готовим третий участок. И, опять же, при наличии федерального софинансирования в этом году вполне возможно еще рассмотрим и начало строительства третьего участка. Поэтому комплексный подход, безусловно, хорош, но есть определенные сложности с финансами. Поэтому финансовая реальность сегодня несколько иная. Я хочу подчеркнуть, если мы последние пять лет жили в супердоходах, имели хорошие остатки на счетах, и не понимали порой, как нам распорядиться теми финансовыми ресурсами, то сегодня мы находимся немножко в другой ситуации. Особенно у нас сложный сейчас июнь, июнь, июль. Потому, что первая задача, которая стоит, это вовремя выплатить зарплату бюджетникам и отпускные. Вы знаете, что у нас летние месяцы, у нас пиковые нагрузки на бюджет, на выплату текущей зарплаты. Поэтому в первый приоритет зарплата отпускные, капитальные текущие ремонты образовательных учреждений, учреждения здравоохранения, дальше уже стройка. Поэтому вот наша задача. Приоритеты расставлены. Следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Николай Мартынович Казадзейский. Николай Мартынович, ваш вопрос. Да, вопрос у меня из трех частей состоит. Так, первые года три уже я озвучивался вопросом. Николай Мартынович, можно вас попросить сделать потише радиоприемник или отойти от него? Все понятно. Насчет чистой воды. В этой деревне Лабожке у меня внуки туда каждый год ездят. Я туда езжу, например, в Лабожке когда-нибудь. Я беру с собой воду. Потому что там воду из печёра качают, а сейчас вода упадёт, там будет стоящая вода. Там этот гневой, он вообще техническая вода. Его людям продают за 190 рублей куб. Конкретно какой вопрос у вас по чистой воде? Когда вода будет в Лабожке? Так, это заводка. Николай Мартынович, пожалуйста, отойдите подальше от радиоприемника, либо сделайте потише, иначе мы с вами фоним в эфире. Значит, давайте так, что касается... Давайте мы ответим про чистую воду, а дальше вы ещё задавите. Нет, не про чистую воду, я говорю о цене. О цене на воду. Качают, население продают за 190 рублей куб. Так, в деревне Лабожке. У нас здесь в городе горячая вода в разы дешевле. А эту техническую воду продают населению по 190 рублей. Ну, это, видимо, речь идёт о той воде, которая выходит с этой установки. Ну, да. Но она не техническая. Ну, она не техническая, она уже подготовленная, по всей видимости, потому что там пробы перечиски берут. Нет, потому что там люди меняют фильтры через каждую неделю. Хорошо, значит, давайте так мы сделаем. Я сейчас не готов конкретно сказать по той установке, которая стоит в Лабожском. Но, значит, эта история у нас занимает Заполярный район. Я попрошу Олега Евгеньевича Холодова по всем населённым пунктам предоставить чёткую информацию, где какая установка работает и где кто воду забирает. Но очень часто бывает так. Вот, допустим, по тому же Нельминосу на позапрошлой планёрке у нас стоял вопрос, когда задали вопрос по этой установке, а люди просто эту воду не берут. Вопрос в другом. Стоимость жизни на селе у нас сегодня кратно отличается от стоимости жизни в городе. Стоимость жизни в городе Наринмаре кратно отличается от стоимости жизни на большой земле. Вы понимаете, начиная с коммунального хозяйства, с завоза, билетов, стоимость функционирования тех же социальных объектов. Поэтому сегодня жизнь очень дорога. Ну, я могу определённую цифру сказать, если сегодня у нас по некоторым сельским детским садам у нас, получается, ребёнок обходится в порядка полмиллиона рублей в год. То есть, цифры даже доходят до этого. Поэтому жизнь в селе сегодня дорогая. По воде, конкретно по Лаборскому, информация вся будет представлена за Полярным районом. Хорошо? Николай Мартынович. Алло. Так, Николай Мартынович отключился. Из трёх частей был вопрос, но я думаю, что если его будет интересовать, он дозвонится, потому что у нас многоканальный телефон сегодня, его номер 2-102-5. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы губернатору. Есть ещё один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Безумова Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, ваш вопрос. Я в Виске, в Великой Височном. У меня есть вопрос к Игорю Викторовичу. Давайте. К нам ходит лодка Заполярного района. И знаете что, там цена 2 тысячи рублей, а вообще-то у нас остальные лодки полторы. И вот нас не устраивает эта разница такая большая, 500 рублей. То есть, вы хотите, чтобы цена была хотя бы такая же, как у участников? Я согласна, ну, даже вот 200 бы, они бы на 200 бы подняли, но не на 500 же. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Хороший вопрос, Елена Юрьевна. Сегодня как раз на планёрке мы его обсуждали, потому что все главы поднимают, в том числе и ваша глава, Татьяна Николаевна Жданова. Да, потому что мы неоднократно... Да. Точно так же этот вопрос поднимают. Ну, смотри, какая история. Во-первых, есть такая поника к себестоимости поездки. И хотим мы не хотим, а себестоимость поездки довольно-таки высока. Поэтому есть ряд льготных категорий, которые ездят за 50% от стоимости. А что касается частников, то история же очень проста. Если здесь тариф на перевозку 2000 рублей, то, соответственно, частники возят за полторы. Я вас уверяю, что если здесь будет перевозка, условно говоря, там, 1000 рублей, частники будут возить за 900. Это конкуренция, это рынок. Но сегодня с этой себестоимостью мы сделать ничего, к сожалению, не можем. Снизить мы её не можем. Она может снизиться только с увеличением, скажем так, количества рейсов. Поэтому проблема в этом. А полностью субсидировать эти рейсы на сегодняшний день у нас нет возможности, потому что общая сумма субсидий на транспорт в округе свыше 300 миллионов рублей. Понимаете, да? Поэтому вот так. Спасибо большое, Елена Юрьевна, за ваш вопрос. Вот сегодня у нас география такая из сельских населённых пунктов. Больше к нам звонят. Прошлая прямая линия, которая прошла 17 февраля, всё-таки собрала больше звонков от жителей Нырьянмара. И были звонки из Нырьянмара и Оксина. Игорь Викторович, можно вас спросить? Вот такая обсуждаемая тема. Вы обратились в ФАС по поводу стоимости авиабилетов. Вот чем вызвана эта инициатива была? Да на самом деле вызвана теми тчаяниями и теми проблемами, с которыми сталкиваются наши жители. Мы на боссовете переговорили с руководителем ФАСа. Ну, слушайте, когда зимой тариф один, а летом он вдруг становится в два раза выше, конечно, это неправильно. Я прекрасно понимаю, что обычно говорят руководители авиакомпании, говорят, это севера, у вас есть льготная дорога, раз в два года вам билеты оплачивают, какая вам разница, мы вынуждены этот бизнес тянуть, нам это необходимо, самолёты дорогие и так далее и тому подобное. Но я уверен, что в два раза поднимать авиабилеты – это неправильно. Поэтому я обратился в ФАС, сейчас мы ждём по этому поводу разбирательства и всё-таки ждём каких-то решений. Но не может авиабилет подниматься в два раза в связи с тем, что увеличивается пассажиропоток. Да, летний период, да, люди вынуждены первую половину лета вылетать, вторую половину лета залетать. Мы знаем, как это происходит. Когда в прошлом году, в конце августа, я увидел стоимость билета эконом-класса на авиакомпанию «ЮТЭР» свыше 28 тысяч рублей. Согласитесь, это всё-таки такие запредельные вещи. Мы постоянно ведём переговоры с различными авиакомпаниями, пытаемся затащить. Видите, вы видите, у нас периодически появлялась то «ТрансАэро», то на Санкт-Петербург летала небольшая авиакомпания «Руслайн». Смотрим, летает «Комиавиатранс», летает «Нордавиа». Проблема в другом. У нас слишком маленький пассажиропоток. Мы смотрели вариант увеличения мощностей собственной авиакомпании. Ну, я имею в виду, это Наримарская авиатряда, но там экономики нет. Там экономики нет, а сегодня дополнительные затраты на это понести окружный бюджет не может. Поэтому, да, безусловно, очень хороший вариант то, что если льготная дорога, она оплачивается. Но опять же, это нагрузка на бюджет. Безусловно, это нагрузка на бюджет. Но, тем не менее, есть определённая альтернатива. Есть Сыктывкар, есть сложный, очень дорогой Архангельск, Москва. Но с Сыктывкар, если не ошибаюсь, 5-4 тысяч рублей билет. Вот рейс, который улетает с Сыктывкар и Киров. Понятно, что летом они все будут полные. Но вот я всё-таки надеюсь, что федеральный регулятор вмешается и как-то немножко поправят авиакомпании, которые решили, знаете, воспользоваться тем, что лето на севере холодное. И все мы вывозим. В любом случае. Я, кстати, вот решила подождать, билет в отпуск ещё не купила, потому что верю в то, что будет какое-то решение. Ну, вы же знаете, мы сейчас два новых самолёта с хорошими двигателями. Полечу его на побережье Борисово моря. Да, два МС запустили. Вот сейчас мы запускаем новый рейс на Усинск. И это связано с тем, что у нас были определённые сложности, и мы столкнулись с вызовом с ростом безработицы. Мы включили и договорились с недропользователями, они со своими подрядчиками. И сейчас начали активно трудоустраивать наше население, начали обучать. И вот этот рейс ставим всем, чтобы у людей была возможность добираться до вахты. Не всё просто, не всем просто, но, тем не менее, двигаемся, двигаемся, работаем. Игорь Викторович, хочу ещё от вас услышать ответ на вопрос, касаемый изменения в нормы СанПИНа, которые вы озвучили на прошлой неделе в Архангельске. Расскажите, пожалуйста, что это за инициатива такая? На самом деле всё очень просто. СанПИНы для Москвы и для Нарикмара две принципиальные разницы. А уж тем более до наших населённых пунктов. Хотим мы, не хотим, но мы не способны сделать условия для жизни в Каратайке такие же, как в Москве. Как бы мы ни старались. Но в то же время мы обязаны создать условия, чтобы у наших деток была возможность ходить и посещать детский сад, посещать школу, жить в нормальном интернете. Поэтому СанПИНы должны отличаться, начиная от норм предоставления помещений, заканчивая канализованием, обеспечением всем необходимым и так далее и тому подобное. Поэтому есть вопросы. Вице-премьер Дмитрий Легий Широгозин услышал, дал поручение, во-первых, арктическим субъектам подготовить предложение и федеральным ведомствам. СанПИНы – это не догма, они меняются. Вот простой пример. В прошлом году нас услышали. Для того, чтобы сдать ту же школу в Красном, нам необходимо было построить канализацию во всем посёлке. Понятно, что это нереальная школа, там никогда не будет сдана. Мы вот внесли изменения и в тех населённых пунктах, где отсутствует канализование, но такой же необходимости нет, справимся с ептиками. Поэтому перспективы инициативы есть. Поручение ведомствам проработать, пусть ведомства прорабатывают, мы, соответственно, свои предложения подготовим. Мы тоже будем ждать результат. А пока слушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Будова Вера Николаевна. Вера Николаевна, наш вопрос. Вера Николаевна, сделайте, пожалуйста, потише радиоприёмник, потому что мы снова фоним. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Алло. Алло, спрашивайте. А, добрый день. Впервые за эти годы уделяется столько внимания и поддержки начинающим бизнесменам и предпринимателям. Хотя предстоит ещё очень многое сделать, поэтому хочу вам пожелать успехов в этом направлении. Сейчас развивается район между перекрёстками улицы Полярная и Первомайская, где будет рынок, картинское курье, где проходят гонки буранов. Будет ли делаться дорога в этом направлении? Ну и может обратить внимание на тех, кто создавал бизнес свой сам и не просит ничего, в общем-то, ни у бюджета, ни у чего, но проблемы тоже есть. Спасибо большое, Вера Николаевна. Вот добрые пожелания были. Спасибо за звонок, Вера Николаевна. Действительно, мы, начиная с прошлого года, мы создали инфраструктуру поддержки, в первую очередь, конечно же, начинающих предпринимателей. Мы приняли ряд наших региональных налоговых льгот для предпринимателей, в том числе и тех, кто ранее уже был образован. Значит, что касается именно конкретно того перекрёстка, я сейчас вам точно не скажу, но я вам скажу следующую вещь. Мы заказали работу, значит, там, градостроительная документация. Мы получим чёткое планирование города с предложениями, где необходимо, где иметь дорогу, где парк, где жилищное строительство, где административное строительство. То есть, вот весь город подетально будет разбит, ну так, чтобы мы, знаете, не палец полпотолока, как у нас обычно это происходит, а комплексно развивали наш город. Что касается поддержки предпринимателей, то вы знаете мою позицию, поддерживаем. Очень активно работают уполномоченные по правам бизнеса. Если есть какие-то вопросы, он и в судах активно участвует, и помогает, мы с ним тоже постоянно на связи. Очень активно у нас сейчас заработал фонд, и я благодарен Алексею Ивановичу Попову, который стоял у истоков его создания. Вот за год он его создал, и сегодня фонд – это уже даже микрокредитная организация. Поэтому двигаемся в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что предприниматели – это те люди, которые двигают мир вперёд. А мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Вылка Любовь Фёдоровна. Любовь Фёдоровна, и ваш вопрос? Я бы хотела обратиться по такому вопросу. Мы с ребёнком являемся участниками по санаторно-курортному оздоровлению, и всё, спутёвка нормально, как бы предоставлена она. Но меня волнует следующий вопрос. Органы соцсетей тоже могут компенсировать, и только по приезду в санаторий. А вы хотите вперёд? Возможности купить заранее, да. Я бы хотела, чтобы решился вопрос по авансированию заранее этих билетов. Спасибо большое. Любовь Фёдоровна, вот вы знаете, хороший вопрос, хорошее предложение, но, к сожалению, на сегодняшний день оно невыполнимое. Невыполнимое по ряду показателей, в том числе и потому, что не все являются добросовестными получателями, скажем так, социальных выплат. Бывают и такие случаи, и, к сожалению, они бывают часто. Это первая проблема. И вторая, я вам уже сказал, что на сегодняшний день у нас прям ежедневный финансовый план по распределению финансовых средств. А так я вам могу сказать, что две цифры, допустим. Если брать 2014 год, то мы потратили на летнюю оздоровительную компанию порядка 79 миллионов рублей. Если брать 2016 год, то у нас уже получается 94 миллиона рублей. И здесь вы видите рост. В том числе у нас получается, если брать отдых детей из семейных одежды, в трудной жизненной ситуации, 335 человек. Если брать путевки мать и дитя, то у нас 545 таких путевок. Поэтому значительные финансовые ресурсы, значительный объем делает наш департамент здравоохранения и социальной защиты. Поэтому у меня просьба, как с отдыха вернетесь, поблагодарить их за проведенную и за организованную летнюю кампанию. Средства немаленькие, и я рад, что у нас такая возможность не просто есть, а что мы ее сохраняем и даже еще умудряемся увеличивать расходы по этим направлениям. Но в других регионах с этим обстоит гораздо сложнее. Ну и потом на проблему можно посмотреть по-разному. Деньги после отпуска тоже всегда будут кстати, которые за компенсацию за билеты. Игорь Викторович, 2125 наш телефон, прямого эфира. Вопрос с запивом хочу задать вам. Сейчас все выпускники задают ЕГЭ. Хочется узнать ваше отношение к этим испытаниям. Дальше будет вторая часть вопроса. Ну, что касается ЕГЭ, вот, значит, приступил уже округ к централизованной сдаче. На нашей территории работает федеральный инспектор, который контролирует сдачу, все в режиме онлайн. Мы привезли ребят с наших населенных пунктов, чтобы у всех потом зачли вот это вот ЕГЭ. Первые добровольные сдали, сейчас пойдут обязательно. Дней через 10-12 будем ждать результаты. Вы знаете, безусловно, это огромный стресс для ребенка. Это огромный стресс, и он не позволяет раскрыться личностью, что ли. Он позволяет протестировать, первое, психологическая устойчивость, и второе, конкретные знания. Либо они есть, либо их нет. Но либо человек раскрывается, либо не раскрывается. Вот любой устный экзамен, он позволяет человеку раскрыться. А ЕГЭ сухо, четко, понятно. Но самое важное другое. Самое важное, что наши ребята имеют возможность при успешной сдаче ЕГЭ выбрать практически любой УЗ. И сегодня, я думаю, многие помнят, как было сложновато поступить и в советское время, потом все стало проще, потому что все стало платным, брали всех, кто только платил. Но вот были вопросы, но тогда они не назывались коррупционными, они были немножко другими. Но, тем не менее, было такое выражение, волосатая рука поступил по блату, еще что-то. Вот ЕГЭ позволяет любому ребенку, любому выпускнику при условии успешной сдачи выбрать себе учебное заведение по вкусу, по желанию. На первую часть вопроса ответим? Да, очень много спрашивают нас наши телезрители и радиослушатели о том, какие профессии востребованы в Ненецком округе, потому что сейчас многие выпускники даже еще сдают ЕГЭ, но они не определились с выбором профессии. Кто нужен? Вот ровно поэтому та реформа, которая продолжается, реформа образования в нашей стране, она направлена на то, чтобы у нас профориентация уже начиналась с детского сада. И чтобы ребенок, окончив школу, уже четко знал, какое образование он будет получать, каким специалистом он хочет стать, каким специалистом он будет работать. Вот это самое важное. У нас порой очень часто бывает, человек оканчивает высшее учебное заведение и потом долго думает, куда ему пойти работать. И, как правило, к большому моему сожалению, потом идет работать не туда, где ему комфортно, не туда, где он может самореализоваться, а туда, куда его пристроят. Это же неправильно. Мы должны растить самостоятельных ребят, самостоятельные личности. На следующий день все очень просто. Есть типа... Значит, у нас округ на самом деле, если брать экономику, то это природные ресурсы и недропользование, это сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, это бюджетная сфера, это сфера управления. Вот, собственно говоря, и все. Сферу управления мы в последнее время сокращаем. Мы приспределяем полномочия, и, соответственно, у нас уменьшаются и убираются излишними проленческие структуры, которые дорого обходятся нашим многоплательщикам, а результата нет. Именно поэтому было в свое время и сделана реформа, был 95-й закон. Поэтому вот в этих сферах надо себя искать. Самое главное, чтобы выпускники возвращались потом к нам сюда, в округ работать. Вот это уже другой вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос. Ага, это СПК Индига. Игорь Викторович, я бы хотела узнать, вернее спросить о дровах для оленеводства, для оленеводов. В нашем хозяйстве вот эти дрова, которые привозили до этого, в 15-м, 14-м, очень востребованы. А в программу 16-го года, как известно, они не вошли. Я прошу прощения, как вас зовут? Сполучистка Александра Андреевна. СПК Индига. Александра Андреевна. Александра Андреевна, а вы уже приняли решение о переходе в государственную собственность? Мы приняли, да, слововедельное. Поэтому сейчас наши структуры проработают этот вопрос, и мы посмотрим, что касается смены собственности. Раз. Второе. Значит, что касается дров. Вопрос, на самом деле, очень сложный. И у нас округ протяженный. Не все оленеводские хозяйства, не все СПК, во-первых, в этом нуждаются. И, во-вторых, не все эффективно используют эту форму поддержки. Поэтому в собрании этот вопрос сейчас обсуждается. В июньскую сессию он будет рассмотрен, принят. Общая сумма расходов, если не ошибаюсь, порядка 15 миллионов рублей в год. Но при этом получается, что на семейные родовые общины порядка миллиона рублей, остальные СПК. Но в то же время СПК тоже зарабатывают немаленькие финансовые ресурсы, имеют поддержку и от недропользователей. И от нефтяников. Поэтому есть вопросы. Я считаю, главный должен быть подход. Это адресность и нуждаемость. И если по СПК Индии надо очень внимательно посмотреть, потому что там, к сожалению, нет, а может быть, и к счастью, нет недропользователей, и там единственная помощь – это от реализации мяса и от той субсидии, которую платит округ. Поэтому будем смотреть. Но, если честно, мой подход, мы лучше давайте рассмотрим вам увеличение субсидий с тем, чтобы вы сами проводили все эти процедуры, чтобы вы сами все это закупали. Понимаете, неправильно, когда окружные структуры занимаются обеспечением дров оленеводов. Я считаю, мы должны платить такую субсидию, которая позволяет оленеводу самостоятельно принимать решения, что ему покупать, как ему одеваться, как ему жить, как ему строить дом и так далее и тому подобное. Спасибо большое, Александра Андреевна. Спасибо большое. Понятно, понятно. Спасибо. До свидания. 2125, телефон прямого эфира. Напомню, что следить за ходом прямой линии с губернатором Минского округа можно на сайте trksever.ru, на странице «Север.фм», где доступно онлайн вещание радио. Вот Игорь Викторович уже не первую прямую линию мы с вами проводим, и я должна констатировать, что вопросы глобальные у нас уходят, потому что они решаются, все вот такие уже, да, небольшие проблемки остаются, и это, конечно, не может не радовать. Игорь Викторович, вот очень часто еще спрашивают вопрос, что до вас, когда президенты стоять в очереди, записываются в начале года, сотами стоят, долго не могут попасть, проводите вы прием населения или нет? На самом деле ежемесячно в очной форме провожу прием населения. Помимо всего прочего, активно общаюсь в социальных сетях, есть горячая линия. Но у нас есть еще следующий нюанс. У нас же люди очень часто хотят обязательно дойти до первого лица. И вот там нет ничего плохого, это вполне нормально. Это значит, что мои подчиненные, заместители и те начальники, у кого они были, не справились и не смогли человеку объяснить его права и обязанности, не смогли решить проблему. Потому, что очень часто на личный прием приходят с проблемой, которую в рамках законодательного поля не решишь. Поэтому, безусловно, прием провожу. Прием провожу регулярный. Ну, перед каждым приемом обзванивают запишавшихся, и кто находится в этот момент в городе, конечно же, приглашают. Да, кто-то ждет три месяца, кто-то ждет полгода. Жизнь есть жизнь. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алексей. Алексей, просто Алексей. Просто Алексей. Ваш вопрос. У меня вопрос про участок для ИЖД многодетным семьям. Все-таки непонятно, куда этот миллион можно будет потратить, если будут выдавать. И еще один вопрос. Заполярный. Говорите, что... Так, связь оборвалась. Давайте я пока начну отвечать по поводу миллиона рублей, а может быть, у Алексея получится дозвониться, и он задаст вторую часть вопроса. Смотрите, какая история. Мы столкнулись с очень проблемной ситуацией, связанной с подготовкой участков для многодетных. Во-первых, часть участков была выдана не отсыпанных до должных отметок. И в результате, мало того, что там весной периодически происходит подтопление, кто-то умудрился там построить дома, и сейчас получается, чтобы нам всю остальную территорию вывести на необходимый уровень, эти дома будут в траншеях. То есть, они будут в ямах, по сути. Поэтому это проблема. Вторая проблема связана с тем, что есть определенные разногласия с городом. Я давал по этому поводу официальную информацию. Ну, знаете как, проблема всегда имеет при желании любую проблему, возможно, решить. Но когда такого желания нет, собственно говоря, делается все, чтобы эта проблема была не решена. Поэтому подрядчик так и не приступил к работам, требует все новые и новые документы, вот эти споры между специалистами происходят. На самом деле страдают люди. Вот это самое сложное в этом. Мы сейчас смотрим еще все возможные участки, где возможно расположить участки для многодетных. И вдавать мы их будем только при условии, с нашей стороны, отсыпанных под тот уровень, который необходим, с подведенными коммуникациями. Вот больше такого бардака, который был раньше, не будет. Лучше не будем давать эти участки с тем, чтобы не загонять людей в эти ямы. Это первая часть. Поэтому и так как нам федеральное правительство предоставило возможность выделять денежную компенсацию, мы сейчас рассматриваем вопрос о возможности тех, кто стоит в очереди, получать определенную компенсацию. Ну, вот сейчас он как раз прорабатывается. Я надеюсь, что за июнь месяц все необходимые решения будут приняты. И будет подробно и четко объяснено, куда можно направить эти средства. Безусловно, так как участок все-таки земельный предоставляется для улучшения жилищных условий, то, скорее всего, можно будет направить на улучшение жилищных условий. Но у нас очень активно работает по этому законопроекту и собрание депутатов, наш депутатский корпус, наше профильное управление Департамент здравоохранения, соцзащиты. Если есть необходимость и готова общественность включиться в этот вопрос, милости просим. Я всегда благодарен за те предложения, которые звучат, и предложения по улучшению качества жизни в округе. Это очень важно. И возвращаясь к приемам, очень приятно, что люди приходят не просто на что-то пожаловаться и задать какую-то такую проблему, которая волнует их длительное время, но и с конкретными предложениями. Как что изменить? Вот это наиболее важно. У нас есть звонок, возможно, это Алексей. Алло. Алло. Нет. Нет, это не Алексей. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана Евгеньевна Волытина. Светлана Евгеньевна, ваш вопрос. Здравствуйте, Игорь Викторович. Здравствуйте. Я проживаю в новом поселке Лисозавода, и меня, конечно, беспокоит благоустройство нашего поселка. Нам очень-очень что-то давно уже обещали провести. Канализацию, отопление центральное, что в поселке было. Это уже ладно, мы это терпим. Оно, у нас же ведь мосточки деревянные, так в основном люди живут пожилого возраста. Вот пройтись вечером, вы знаете, можно 10 раз упасть и руки и ноги сломать. По поверку, особенно северный. Вы берегите себя, Светлана Евгеньевна. Ну, как же беречь-то? Светлана Евгеньевна, спасибо за звонок, спасибо за... Потому что куда бы ни обращались, не делают, там ничего не делают. Спасибо. Спасибо за звонок, спасибо... А поселок-то гянет. Спасибо за вопрос. Ну, вот недавно мы с Анатолием Васильевичем Мяндиным, он депутат от лесозавода, как раз от нового поселка. Мы встречались с ветеранами лесозавода, обсуждали вопрос по строительству памятника. Как раз мы прошлись по этим мазкам, потом с Татьяной Васильевной Федоровой ездили, тоже прошлись. Там стоял вопрос и по империи, по поводу строительства этого парка. Значит, там есть проблемный вопрос, связанный с тем, что те контракты, которые в свое время город разыграл по поводу вот этих вот труб канализования, я вот вам простым языком уж скажу, у меня простите, там два было подрядчика, и оба эти подрядчика, к сожалению, в срок с работой не справились. Это что касается благоустройства. А вообще хочу сказать вам одну простую вещь. Вот 95-й закон, который многим нашим, особенно муниципалам не нравится, он был направлен на то, чтобы каждый занимался своим делом. Вот благоустройством должен заниматься администрация города Наринмара. И на сегодняшний день я надеюсь, что у мэрии определенные проекты благоустройства есть. И вот было бы очень неплохо, чтобы не палки в колеса заставляли и не давали участки для многодетных готовить, а лучше занимались бы благоустройством и лесозаводой нового поселка, а не просто те дома, которые там в свое время обшили, там внешне они сегодня очень красивые, а по факту сложность. Поэтому... Хорошо бы, конечно, Татьяна Васильевна выходила напрямую тоже вот так связь, что можно было задать, а то к ней тоже не попадешь на прием. Мы приглашаем. Не, но Татьяна Васильевна, тем не менее, она ведет и прием граждан, и старается она встречаться и с населением, там, ну, у нее в последнее время один ответ, округ денег не дает. Спасибо вам большое, Светлана Евгеньевна, за то, что вы обратились на прямую линию, телефон прямого эфира 2-102-5, времени остается совсем немного, буквально 11 минут. Так что, если у вас есть какой-то острый вопрос, на который вы хотите получить ответ прямо здесь и сейчас, чтобы не стоять в очередь на прием губернатору, как многие говорят о том, что невозможно попасть, звоните и спрашивайте. Игорь Викторович, вот вы сказали, что на ваших приемах не только жалуются, но выходят с предложениями, а вообще хвалят когда-нибудь? Говорят хорошие, добрые слова? Хороший вопрос. Конечно, говорят. Конечно, говорят. И хорошие говорят, и плохие говорят. У нас очень добрые, отзывчивые люди, поэтому это вполне такая нормальная практика. Ну, я еще раз, может быть, повторюсь, очень здорово, когда люди приходят с предложениями об изменении того или иного нормативного акта, когда люди предлагают изменить что-то. Это здорово. Бессловно, это здорово. Да, иногда хвалят, иногда ругают, это тоже нормально. У нас же, мы же любим поплакать, на самом деле. Сказать, как сложно, как тяжело, как… Как никто ничего не делает. Да. Вот. Поэтому это нормальная практика. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Это Юрий Григорьевич беспокоит. Юрий Григорьевич ваш. Я работаю ООН «Ренмарстрой». Последние получили уведомления о сокращении, а людей просто увольняют без денежных довольств и без ничего общего и задолженность оставляют уже три месяца. Люди ходят в прокуратуру, в суд, а денег-то не видят. Лето. Всем надо детишек отпускать, самим отдыхать. Понятен вопрос. Спасибо. Юрий Григорьевич, можно встречный вопрос? Да, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день ООН «Ренмарстрой» где-то физически работает? В настоящее время ООН «Ренмарстрой» не работает. А сколько это уже происходит, скажите? Это на моей памяти уже началось где-то с марта месяца уже точно. Последний объект был ВИТО. А там хоть крышу-то закончили, нет? А на ВИТО, по-моему, нет. Ничего не закончено. А до ВИТО какой был объект? До ВИТО... Сейчас я не могу точно сказать, какой был объект. Были объекты и на Боево было, и этот Казьгород был. Это было в прошлом году. Это все было в прошлом году. Да, в прошлом году. Да, это все было в прошлом году, в том числе и Казьгородинские косы, и квартирный дом, который «Ренмарстрой» все-таки домучил, слава богу, сдал. Ну, а с крыши, я так понимаю, что там проблемы, к сожалению, до сих пор. Значит, «Ренмарстрой» очень сложная ситуация. Я неоднократно давал и цифры, и о том, что у округа нет возможности было по 30-50 миллионов ежегодно выдавать для того, чтобы людям платили зарплату. В любом случае и каменщиков привозили с Архангельской области, которые точно так же работали на объектах «Ренмарстрой» и так далее и тому подобное. Поэтому в прошлом году было принято решение о том, чтобы «Ренмарстрой» закончил те объекты, которые, кстати, практически все объекты, которые брал «Ренмарстрой», они являлись убыточными и накапливалась вот эта вот дикая задолженность. И начнущий день, если не ошибаюсь, порядка 600 миллионов мы еще ходим под риском штрафных санкций. Ровно поэтому, когда были проведены сокращения, была выкуплена производственная база с тем, чтобы у предприятия была возможность людям заплатить зарплату. И, если не ошибаюсь, опять же, руководство предприятия людям говорило о том, что коллеги, давайте мы будем искать работу. Все покивали-покивали, думали, чудеса будут происходить дальше. Значит, на самом деле сегодня ситуация сложная. Вы абсолютно правы, три месяца задержки по заработной оплате. Вот на сегодняшний день прямой возможности совершить чудо, чтобы на «Ренмарстрой» появились какие-то финансовые ресурсы, нет. Надо смотреть, что там осталось по имуществу, там есть директор, плюс там введено внешнее управление. Поэтому смотрят, что они могут реализовать, чтобы рассчитаться с людьми. Мы рассматриваем вопрос об административном здании. Но пока тоже прямой такой возможности нет. Поэтому, Юрий Юрьевич, ситуация сложная. Нет работы и нет зарплаты. Вы абсолютно правы. Так значит, люди еще дальше будут сидеть без денег. А вы мне что предлагаете сделать, скажите? Я вам ничего не предлагаю. Но такая ситуация. Есть какие-то законы, есть там это самое, там после задержки столько такие меры принимаются, после чего-то еще меры. А тут получается, последняя зарплата была в январе. Юрий Юрьевич, ну вы же только что мне ответили, что никто и не работает. Так вот сейчас все сидят, а ям это еще дальше больше становится. Скажем, днем надо нам... А можно вопрос? А почему люди сидят? Так зарплату не платят. Есть вакансии, есть вакансии. Сегодня есть вакансии на рынке труда. Вы же только что мне ответили, что с прошлого года на предприятии работы нет. Фактически нет. Но если нет работы, тогда вот чего ждать с моря погоды? Вот на следующий день есть 579 вакансий, в том числе и рабочие специальности, оплачиваемые. Мы ждем чуда. Вдруг придут деньги. Мы посмотрим, что там по задолженности, смотрим различные варианты. Вот в прошлом году у нас получилось, мы как-то смогли там разместить необходимые финансовые ресурсы, и те, кто ушел в прошлом году, получили все необходимые причитающиеся выплаты в течение полугода. Хотя я вам хочу сказать, мне досталось и получилось ли задавать это решение очень и очень сложно. Тем не менее, никто почему-то это не понимает. Всем кажется, что если можно просто приходить на работу и сидеть в 8-часовой рабочий день, то за это будут платить заработную плату. Юрий Григорьевич, видите, не всегда это получается. Поэтому сегодня там совместно с прокуратурой смотрим, да, значит, прокурор выносит представление. Но работы на сегодняшний день там нет. Спасибо большое. Спасибо, да. Не раз сегодня Игорь Викторович говорил о том, что личная заинтересованность прежде всего должна присутствовать для того, чтобы хоть как-то решить свои проблемы. Остается у нас 5 минут эфира. Игорь Викторович, а вы планируете свой отпуск летом? Как и все сибиряне. Хороший вопрос. Планирую отпуск. Я хотел бы на самом деле сказать об одной еще простой вещи, что касается Наринмарстроя. Вы знаете, что сегодня на базе Наринмарстроя есть проект создания небольшого ЖБИ-производства. Мы должны получить свой ЖБИ-завод, на который точно так же будем приглашать, значит, работать жителей округа. Кроме того, сегодня есть подрядчик, это ННК «Строй», который строит один или два дома. Ну, стройка идет, ведется. Точно, да, стройка идет, но тоже по работникам Наринмарстроя не все хотят идти работать. Понимаете? Проблема в этом. Мы живем в мире каких-то иллюзий о том, что человек не сам отвечает за свою судьбу и за свою семью. Вот это самое сложное. Поэтому на месте Наринмарстроя будет производственное предприятие, будет предприятие, которое будет собирать эти дома. И на сегодняшний день те вызовы, с которыми мы столкнулись в январе-феврале месяце, когда у нас действительно резко поползла безработица, хотя, если я вам скажу цифры сокращенных людей, обратившихся, они гораздо меньше, нежели многие ими оперируют. Мы отработали вопрос в том числе и с недропользователями, и на сегодняшний день мы привели в чувство безработицу. И сегодня у нас показатели, в принципе, они сложные, но они в рамках. В этом году мы очень активно продолжаем заниматься и трудоустройством подростков в том числе. Поэтому в этом плане движение у нас есть. Возможности есть. Самое главное – желание самих граждан созидать, делать что-то своими руками. Самое главное – смотрите, если в марте у нас безработица была 3,2%, 721 человек, то, соответственно, сейчас 30 мая уже 2,8. Но самое важное у нас был коэффициент напряженности, было 2 человека, а сегодня коэффициент напряженности 1,4 человека. Вот это вот важно. Самое важное, что по итогам 2015 года в Центр занятости обратилось 520 человек. Из них 318 были признаны безработными. Вакансии, начающие день, которые недропользователи нам представили, вот 208, 44 уже устроили. И сейчас обучаем одну группу 10 безработных, вторую группу уже обучили 10 безработных по новым специальностям. Вот так. Финальный вопрос принимаем. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. Как вас зовут? Шатой Виктор. Так, Виктор. Да, Виктор. Привет. Игорь Юрьевич, под спортзалом все наши больная тема. Я понимаю, что на авиаторов у нас запланировано строительство зала. И вот как бы нам в искателях обещали. Да, так понимаю, что это долгая тема. Может, мы все-таки лидер-то реконструируем? То есть вы с предложением? Ну, этот вопрос поднимался неоднократно. Он как-то у нас все... Значит, правильный вопрос, потому что на авиаторов строить будем. Сегодня там готовится проект. Но там тоже у нас, как обычно, мы все пожелания только-только сложили. Там объект уже чуть ли не миллиард. И в искателях нам необходим зал. Значит, по лидеру КСК, да, вот по-старому, принято решение. Сцена там будет сборная-разборная. За лету Андрей Евгеньевич эту реконструкцию проведет. И с осени там будет полноценный игровой зал. Там есть трибуны. Но он, собственно говоря, изначально как игровой зал и строился. Поэтому, Виктор, спасибо вам большое за звонок и за поддержку наших решений. Спасибо большое. По спортивному залу. 12 вопросов поступило к нам в ходе прямой линии. Напомню, что сегодня в гостях радио Наринмар-ФМ был губернатор Ниньского округа Игорь Викторович Кошин. Игорь Викторович, вам финальное слово. Спасибо большое, Мария, вам. Спасибо большое коллективу нашей телерадиокомпании. Радиослушателям сегодня было звонков меньше, чем это было в прошлый раз. И тем не менее, я считаю, что мы очень конструктивно поговорили. Какие-то вещи, какие-то цифры мне удалось довести до нашего населения. Самое важное, мы должны понимать, что мы сегодня идем не очень простым путем. Сегодня экономическая ситуация сложная, и это отражается на доходах окружного бюджета. И в то же время мы имеем ряд накопленных годами, а то и десятилетиями проблем, которые нам необходимо решать. И самое важное, я прекрасно понимаю, что я должен говорить не только то, что от меня хотят слышать, и ни в коем случае не то, что от меня хотят слышать, я должен говорить правду. А правда, на самом деле, такова, что у нас уйдет довольно-таки длительное время на то, чтобы ответить на вот эти вызовы, которые мы накопили десятилетием. Это и производственная сфера, это и рабочие места, это инфраструктура округа. У нас ряд очень сложных проблемных вопросов, связанных и с ПОГТС, и связанных с ОКР и ГАЗом. То есть, те объекты жизнеобеспечения, которые должны работать. И самое главное, что мы должны понимать, что все это потребует совместных усилий. И поэтому год 2016 был объявлен именно годом единства. Он сложный, поэтому совместные усилия, общая ответственность, и, безусловно, упорный-упорный труд. Но самое важное, что, я уверен, мы решим наши проблемы, мы преодолеем трудности, и самое важное, что в будущем будет лучше. Будем жить с этой мыслью. Всего доброго. Это была «Прямая линия». Услышимся. «Прямая линия» губернатора Ненецкого автономного округа.